После проведения обучения мы можем провести верификацию стоимости строительства изначально заявленной. Для этого изначально плановая стоимость разделялась на обучающую и тестовую выборку вместе со всеми остальными данными, и затем просто перед обучением удалялась из набора обучающих данных. После этого мы можем ее вернуть и сравнить стоимость, которую мы предсказали, с заявленной плановой стоимостью объекта, не фактической. Таким образом, в тестовый набор попала одна треть всех записей, и после верификации мы получили следующие данные, что 34% стоимостей были подтверждены, 53% занижены и 13% завышены. Таким образом, мы провели верификацию плановой стоимости, для которой можно в дальнейшем использовать для оценки на примерстве мостных рисков. И в ходе проведенного исследования всего были получены следующие результаты. Был сформирован набор записей для дальнейшего анализа, выделены основные признаки для предсказания из верификации стоимости, и к ним добавлены территориальные коэффициенты перевода стоимости для повышения точности предсказания. Проведена обработка выделенных признаков, определенный алгоритм с лучшим качеством, и создана программная реализация алгоритма верификации плановой стоимости промышленных объектов. Все полученные результаты могут быть использованы банками для быстрой верификации стоимости строительства автодорог при кредитовании. И это все. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я готова на них ответить. Коллеги, прошу бы задавать вопросы. Алена, да? Да. Вот такой вопрос. Насколько я понял из ваших докладов, количество искусственных сооружений на протяжении трассы, она не является доминирующим фактором, так? Откройте ваше это самое. Вот так и так. А вот что означают эти графики, эти точки? Это данные взяты уже от тех дорог, которые построены, известны все их. Да, да. А учитывая, что, например, что есть дорога строится в сложных условиях, например, в условиях гор или через болото, это учитывается? Такие факторы здесь учитываются только вот как раз с этими самыми территориальными коэффициентами, то есть в зависимости от округа и региона. Если округ, например, холодный, то понятно, что условия строительства там более тяжелые, и, соответственно, коэффициент перевода тоже будет выше. Но отдельные районы региона, они тоже могут сильно отличаться. Там может быть и горная часть, и болотная часть, и равнинная. То есть это некое, видимо, усредненное значение, да? Да, то есть это некое усредненное значение. Также есть в ходе самой структуры данных автодорог есть объем работ. Тоже, может быть, не полностью показывает именно условия, но, тем не менее, тоже можно считать, что он влияет на этот фактор. А то, какое покрытие там, асфальт, бетон или грунт, это учитывается? В основном, если мы говорим о том, что это автомобильные дороги взятые с сайта госзакопок, это в основном крупные автомагистрали с асфальтовым покрытием, поэтому они в основном все плюс-минус одинаковые по технологии. Ну, Колымская трасса – это тоже крупная магистраль. А, там грунты. Ладно, все. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Ну, вот у меня вопрос, Алена. А в каком направлении дальше планируется двигаться? Планируется дальше развивать то, что уже сделано? В дальнейшем хочется взять еще другие примеры промышленных объектов, то есть не только на примере автодорог развития алгоритма, и сделать какую-то систему, которая будет уже автоматически непосредственно для пользователя оценивать по этому алгоритму введенные данные, чтобы эксперт мог зайти, грубо говоря, ввести определенные значения там своей той же автодороги и получить сразу стоимость предсказанной модели. Хорошо. Коллеги, у кого еще есть вопросы? Ну что, если вопросов больше нет, то поблагодарим докладчика за очень интересный доклад. И, Алена, тогда, пожалуйста, отключайте экран. Так, коллеги, кто у нас? Следующий докладчик по расписанию из присутствующих. Кто готов сейчас докладывать? Кто смелый? Ну, следующий. Здравствуйте, меня хорошо слышно? Да, хорошо слышно. Вы кто? Султанова Лилия Алексеевна. Хорошо, Лилия. Загружайте, давайте. Презентацию хорошо видно? Да, видно хорошо. Здравствуйте, я бы хотела сегодня вам рассказать о своей работе, которая была проведена по поиску оптимальных решений задачи о назначениях сотрудников организации. В современное время грамотный кадровый менеджмент – это ключ к эффективной и результативной работе организации. Чтобы достичь высоких показателей, нужно тщательно отобрать сотрудников. Также, помимо этого, сотрудники должны быть тщательно мотивированы, ведь на этом будет строиться их дальнейшая работа. Но также хочу напомнить о том, что не стоит забывать о трудности объективной оценки человеческих ресурсов. Все же каждый человек имеет свой собственный характер, опыт работы. Его очень тяжело объективно оценить из-за того, что также на него может влиять его предыдущая работа последствием профессиональной деформации. В современном мире это довольно часто наблюдается, допустим, у военных и медиков, и медработников. Задача о назначениях является одной из основополагающих задач математической оптимизации и исследования операций. Сама задача заключается в поиске минимальной суммы ДУК во взвешенном двухдольном графе. В наиболее общей форме задача формулируется данным образом. Имеется некоторое количество работ и некоторое количество исполнителей. Любой исполнитель может быть назначен на выполнение любой, но только одной работы с неодинаковыми затратами. Нужно распределить работы так, чтобы выполнить работу с минимальными затратами. Если в условии задачи дано одинаковое количество работы исполнителей, то данная задача называется линейной. С позиции математического моделирования задача, которая будет представлена мною далее, будет являться обобщением данной задачи. Хотела бы рассказать о алгоритме своей работы. Первым делом была основана постановка задачи. Позже были определены критерии, по которым будет выбираться сотрудник на свою будущую должность. Дальше строятся подграфы, соответствующие решениям. После того, как мы построили графы и у нас за счет этого появились ребра, мы задаем данным ребрам веса, чтобы можно было более объективно далее оценивать. После мы проверяем выполнение необходимых условий принадлежности к критериям вершин. Далее мы уже формируем множество критериев, которые однозначно определяют множество допустимых решений задачи. Далее будет использовано сокращение МДР. Сама задача формулируется следующим образом. Кандидата на должность из множества С, которая содержит в себе определенные компетенции из множества Л и предпочтительные личностные качества из множества К, нужно назначить на должность из множества Р, которая соответствует его способностям, ожиданиям и образованию. Здесь представлена таблица соответствия исходных параметров множеством. За каждым кандидатом от С1 до С5 закреплено за собой качество от К1 до К5 и закреплен вид обучения от Л1 до Л5, которые соответствуют каждому из сотрудников. Также у нас есть отделы, имеющие вакантные должности. Это департамент безопасности, отдел контроля качества и работы с потребителями, юридический отдел, отдел внешнеэкономических связей и отдел специальных проектов. Все кандидаты рассматриваются на любую из данных должностей. Целью решения данной задачи будет выступать повышение эффективности организации, которая будет выражаться в увеличении общего уровня выполнения работы и реализации потенциала каждого сотрудника. Сама задача базируется на четырехдольном и четыреходнородном гиперграфе, который определяет взаимно однозначное соответствие между исходными данной задачей и множеством вершин, принадлежащих разным долям, учитывая все введенные ограничения. Множество кандидатов состоит из пяти вершин, от C1 до C5, множество качеств состоит от K1 до K5, множество видов обучения состоит от L1 до L5 и множество должностей отделов состоит от P1 до P5. Здесь представлено одно из шести решений, которое будет далее представлено в моей работе. Веса здесь, к сожалению, не прикреплены, но они будут обозначены далее. Через X, принадлежащий множеству X, обозначим множество допустимых решений задачи о сочетаниях на гиперграфе. К каждому ребру гиперграфа приписаны три веса, которые обозначают W1, это экономический эффект. То есть это суммарный ожидаемый доход организации в рублях, в случае, когда кандидат, представленный вершиной C1, обладающий личностным качеством LK1, прошел вид обучения, представленный вершиной L1 и назначен на должность отдела, представляемую собой вершиной из множества P. W2 – это социальный эффект, то есть ожидаем уровень социализации сотрудника, оцениваемый в баллах. В том же случае W3 – это психологический эффект, то есть ожидаем уровень мотивации в баллах. Эффект может усиливаться в том случае, если обучение способствует повышению интереса сотрудника к работе, или если оно представляется полезным в плане продвижения по служебной лестнице к более ответственным должностям в организации. После получения результатов тестов, проведенных при приеме на работу, с помощью которых были оценены наши три критерия, мы можем соотнести веса с ребрами, построив таблицу. Качество допустимых решений задачи оценивается с помощью векторно-целевой функции, состоящей из критериев вида. МАКСУ – это оценивается первый и второй критерий, которые означают собой ожидаемый суммарный доход организации, и критерий F2 – ожидаемый уровень социализации всех кандидатов, назначенных на соответствующие должности. И критерий номер три, который представляет собой ожидаемый уровень мотивации всех кандидатов от назначения на должность. Формулы приведены на слайде. Векторно-целевая функция определяет в множестве допустимых решений x-паретовское множество, состоящее из паретовских оптиумов. В случае, если одинаковые по значению векторно-целевые функции решения считаются эквивалентными, то из паретовских множества выделяется полное множество альтернатив. На слайде представлена таблица, которая содержит в себе решения и далее уже подсчитанные векторно-целевые функции. Из значений, где в первом и во второй векторно-целевой функции должно выбираться наибольшее значение, а в третьей векторно-целевой функции выбирается наименьшее, можно заметить, что самый идеальный вариант решения нашей задачи будет являться решение номер шесть. Выводы, которые были получены за счет выполнения данной работы, был реализован пошаговый алгоритм поиска совершенных сочетаний на многодольных однородных гиперграфах. Построена математическая модель задачи оптимального распределения ресурсов и предложен вариант решения с помощью аппарата теории гиперграфов. Произведена оценка эффективности полученных результатов и определена оптимальная стратегия определения ресурсов. На этом все. Спасибо за внимание. Если у вас останутся вопросы, буду готова на них ответить. Коллеги, у кого есть вопросы? Мне не совсем понятно, как вы определяете веса? Прошу прощения, презентация закрылась. Сейчас я с радостью отвечу на этот вопрос. Стоит начать с этого слайда. Прошу прощения. Когда кандидата принимают на работу, то первый критерий определяется с помощью кадрового менеджера, который решает на основе своих тестов, какой ожидаемый доход может принести сотрудник работы на той или иной должности. Второй критерий, который является уровнем социализации, проводится с помощью теста. Данных тестов есть несколько. Прошу прощения. И в этом тесте максимальный балл – это 5. Также есть третье множество – это множество мотиваций, где максимальное количество баллов – это 20. На данный момент также существует несколько тестов, с помощью которых можно провести оценку того, насколько мотивированный сотрудник будет на своей должности в окружении тех или иных сотрудников. Понял. Спасибо. То есть, это данные очень приблизительные? Да, данные сугубо приблизительные, поскольку здесь на данный момент рассматривается возможность того, чтобы назначить сотрудников так, чтобы это было максимально выгодно для компании. Далее, конечно, можно сделать реорганизацию сотрудников. То есть, вполне может оказаться то, что тест будет все же немного ошибочным. Понятно. То есть, никакого такого анализа не делали, чтобы взять конкретные данные конкретных сотрудников, конкретных организациях и все эти характеристики проанализировать. Этого не было сделано. Мною было взято за основу несколько тестов, которые я проводила среди своих знакомых, но это уже работающие люди и, к сожалению, они работают не на тех должностях, на которые рассматриваются в данной мной задачи. Но результаты тестов на самом деле оказываются довольно близки к реальности, по крайней мере, уровень социализации и мотивации. Уровень дохода все же довольно тяжело объективно оценить, поскольку там все же зависит не только еще от работы сотрудников, но и от работы начальства. А эти тесты, они есть в открытом доступе? Да, есть. Я могу, если вы мне дадите... Прошу прощения, да, есть много... Простите, пожалуйста. Нормально, все. Спасибо. Так, ну что ж, коллеги, еще есть вопросы? Если вопросов больше нет, то давайте поблагодарим докладчика за интересное сообщение. Просим тогда отключить ваш экран. И, насколько я понимаю, следующий докладчик, который присутствует у нас сейчас, это Алиса Вадимовна. Правильно? Да, здравствуйте. Так, Алиса, делитесь, пожалуйста, экраном. Начинайте свое сообщение. Так, в полном экране видно? Пока нет. Да, сейчас стало видно. Отлично. Так, всем здравствуйте. Темой моей работы является система автоматизированного формирования плана дежурств на примере отделения нейрохирургии. В настоящее время составление расписания дежурств врачей в лечебных учреждениях чаще всего не автоматизировано. То есть в основном графики дежурств составляются либо от руки, либо с помощью непредназначенной для этого программы, например, Excel, Google Календарь или иных онлайн-планировщиков. Составление расписаний таким способом влечет за собой множество проблем. Если человек, составляющий расписание, допустил ошибку, документ необходимо корректировать, распечатывать заново, что влечет за собой расходы ресурсов. Также могут не учесться все пожелания дежурных врачей относительно их дат смен, так как не всегда получается полноценно согласовать график расписаний. И к тому же составление графиков таким способом занимает очень много времени. Следовательно, необходимо затронуть проблему разработки автоматизированной и удобной технологии по составлению расписания дежурств врачей. С помощью нее сотрудникам станет намного проще ориентироваться в своих графиках работы и также удобнее планировать составлять смены на будущее. Система должна включать в себя не только общие возможности по составлению графиков, расписания, но и обеспечивать связь между составителем расписания и сотрудниками. Самым удобным способом реализации связи между администратором приложения и сотрудниками является создание авторизации новой системе. То есть у каждого сотрудника лечебного учреждения должна быть создана его учетная запись. При входе в систему дежурный врач должен иметь возможность самостоятельно выбирать желаемые даты дежурств. И после выбора, таким образом, дни и смен, администратор может корректировать установленные даты, а также вытвердать и опубликовывать готовое расписание в системе. В систему внесены были три отделения. Отделение нейрохирургии, реанимации, анестезиологии. На каждое дежурство выделяется по 2-3 нейрохирурга, одному реаниматологу и одному анестезиологу. Для отделения реанимации и анестезиологии расписание дежурств составляется заведующим отделением без поддержки автоматизации. Бригада отделения нейрохирургии состоит из двух-трех нейрохирургов, в которых ходит главный нейрохирург, второй и третий. И также в данном отделении работают как нейрохирурги, так и аспиранты с ординаторами. Помимо вышесказанного, система должна помогать составлять расписание для отделения нейрохирургии в соответствии со следующими правилами. Первое. Каждый врач может дежурить либо 2 дня в месяц, либо 1 день. То есть если в текущем месяце врач дежурил 2 дня, то в следующем месяце может дежурить только 1 день. Потом нельзя дежурить даты пусков командировок, что и так понятно. Если день дежурств у человека в текущем месяце выходил на выходной или праздничный день, то он не может дежурить во все последующие выходные или праздничные дни текущего и следующего месяца. Данные будут блокировать систему для выбора. Затем аспиранты и ординаторы не могут выходить на дежурство до марта месяца следующего года после их поступления в аспирантуру. Ну, им не доверяют пока что. При регистрации аспирантов и ординаторов в систему заносится их дата поступления в аспирантуру и используются для выполнения этого правила. Затем в бригаде врачей аспиранты и ординаторы могут быть только вторыми либо третьими нейрохирургами. То есть они не могут быть ответственными. И главным нейрохирургом бригады может стать только человек, у которого роль нейрохирурга, но никак не студенты. Если день дежурства выпадает на выходной или праздничный день, то аспиранты и ординаторы могут быть только вторыми нейрохирургами. И остальные же врачи могут быть либо главными, либо вторыми также. То есть, таким образом, в выходные и праздничные дни в бригаде дежурит только два человека. Главный нейрохирург и второй нейрохирург. Далее я немножко продемонстрирую то, что сейчас есть в системе. На данном скриншоте изображена форма входа в систему. Сразу видим возможность зарегистрироваться, если еще нет учетной записи. В форме регистрации на данный момент доступны такие, как поля ФИУ человека, его почта, серия номер паспорта, пароль, номер телефона. Также есть возможность сразу выбора отдела, то есть отделения нейрохирургии, реанимации или анестезиологии. Ролик, кем он будет являться, аспирантом, ординатором, либо именно лечащим врачом главным. И также внизу есть выбор даты поступления в аспирантуру для тех людей, которые регистрируются под роль аспирант-ординатора. Далее создадим нового человека в отдел нейрохирургии и войдем в систему. Перед нами сейчас график дежурств на текущий месяц, допустим, это апрель 2020 года. Новый сотрудник от нас внизу ТИТО. Видим, что у него пока нет никаких расписаний. Создана здесь легенда, то есть есть у нас помещено ответственный нейрохирург и дежурный врач, чтобы каждый человек мог сам себе роль создавать на конкретное дежурство. Видим, что везде у нас по три человека, то есть заполненные бригады, кроме выходного дня, в конце 25 апреля, там выходной день, там два человека. Вот здесь показано, как именно меняется роль, то есть назначить дежурным, значит, ответственным, либо удалить вообще дежурство. Также здесь демонстрируется выполнение одного из правил. Если у нас уже сотрудник выбрал себе на дежурство два дня за месяц, то, как там было сказано в правиле, больше двух дней не может быть, и на третий день поставить дежурство система ему не дает, выдает ошибку. Также есть, разумеется, администратору положения, и если мы зайдем под ним, то у нас будет кнопка утверждения графика, после нажатия на которую у нас зафиксируется данное расписание, и никакие сотрудники не смогут его изменить. Как еще я здесь забыла отметить, то есть есть текущее расписание, и есть у нас расписание на следующий месяц, которое люди заполняют себе. Вот. И таким образом, благодаря такому подходу, система уже не будет схожа с обычным электронным календарем для планирования, она является полноценным веб-приложением, полностью контролируемым администратором. И благодаря такой реализации, лечебным учреждением станет намного проще составлять, редактировать расписание дежурств врачей. Все, спасибо за внимание. Олеги, какие есть вопросы? Можно открыть пятый слайд? Да, сейчас. Вот требование такое. Каждый врач может дежурить либо два дня, либо один день в месяц, и третье. Если день дежурства, вам не кажется, что они противоречат друг другу? Если дежурств выходит на выходной день, то он не может дежурить во все праздничные выходные дни. Да. То есть это одно правило накладывается на другое. Но он же не может дежурить больше, чем два раза в месяц, так? Да, не может. Значит, автоматически не может дежурить во все последующие выходные праздничные дни. Да. Тогда... Ну, данные требования вообще были предоставлены именно определенной клиникой. То есть не мной придумывались. Но тут получается так, что, да, если он, например, в один месяц работает один день не выходной, а второй день выходной, то в следующем месяце он может себе взять только один день не выходной. Понятно. А в какой среде было реализовано? Да, я писала на Java с использованием Spring. Ладно, понятно. Спасибо. Спасибо. Так, коллеги, есть еще вопросы? Ну, если вопросов нет, то поблагодарим докладчика за очень интересный прикладной такой доклад. Алиса, пожалуйста, да, перестаньте делиться экраном. Так, коллеги, ну, насколько я понимаю, дальше у нас идет Анастасия Федоровна. Да, здравствуйте. Так, коллеги, всем видно мой экран? Да, экран виден, но нужно его открыть, наверное, на весь экран. Все. Здравствуйте, меня зовут Лобанова Анастасия. Разрешите представить вашему вниманию работу на тему прогнозирования страховой стоимости транспортных средств с использованием методов машинного обучения. Сегодня основную часть рынка страхования покрывают автомобильное, медицинское страхование, страхование жизни и имущество физлиц. Исследования в части стратегии работы с портфелем новых клиентов, проводимые внутри страховых компаний, часто не разглашаются или представлены в обзорном виде. Страховщикам важно автоматизировать некоторый процесс и оптимизировать управление ими. Методы машинного обучения подстраиваются под данные цели, поэтому широко используются компаниями. Актуальность состоит в исследовании реальных данных страховой компании и построении моделей для решения практических задач. Целью исследования является построение модели прогнозирования страховой стоимости транспортного средства. Основные задачи исследования – построить набор данных и обработать их для последующего применения алгоритмов машинного обучения, построить модель прогнозирования с использованием различных методов линейной и нелинейной регрессии, например, линейной, гребневой и реализовать программный пакет на языке Python. Договор страхования – это соглашение между страхователем, покупателем и страховщиком страховой компании, в котором прописаны условия компенсации и некоторая сумма при наступлении страхового случая. Страховая стоимость – это стоимость имущества, автострахования автомобиля. В пределах страховой стоимости определяется страховая сумма. Договор страхования содержит информацию о страхователе, объекте, страховую стоимость, страховую сумму, набор рисков и страховую премию. Структура договора представлена на рисунке 1. Для оценки автомобиля обычно используют внутренние справочники компании или анализ различной информации, такой как автомобильный рынок и консалтинговые данные. С развитием искусственного интеллекта более оптимальным становится инструмент прогнозирования страховой стоимости автомобиля. Алгоритм работает на основе некоторых обязательных при заключении договора о автостраховании данных, как данных о клиенте, так и данных о транспортном средстве. В исследовании используется набор данных представленной страховой компанией «Ингострах». Додофрейм представляет собой случайную выборку из 100 тысяч договоров автострахования КАСКО за 2018 год с 23 параметрами, такими как возраст и полстрахователя, ибо водительский стаж, признак паркового договора, то есть у данного страхователя может быть несколько договоров страхования для схожих объектов, и другие. Из них 10 являются непрерывными признаками и 13 категориальными. А первым шагом является чтение при процессе данных. Предварительное чтение данных показало, что признаки тип ТС и категории ТС имеет одинаковое значение, а поскольку второй признак имеет больше пропусков, удаляем его. Признаки модель кузова и тип кузова являются самыми незаполненными. Считаем, что поскольку данные необязательны для заполнения агентами, они также не влияют на оценку. Также имеются незначительные пропуски данных, которые можно удалить инструментами PANDAS. Признак марка ТС содержит более 30 уникальных категорий. Располагая информацию о стране производителя, можем сгруппировать наблюдения в новые категории. После обработки получили другую картину. Результат представлен на рисунке 2. Справа в оси Х располагаются названия марок и по их количеству наблюдений. Целевой признак страховая стоимость представлен следующим графиком плотности распределения на рисунке 3. Внизу слева. По нему видно, что чаще всего страховая стоимость варьируется в пределах от миллиона до миллиона трехсот тысяч рублей. Также рассмотрены отношения значений страховой стоимости, возраста, водительского стажа, количество лет использования транспортного средства в новых данных с помощью графика Pairplot. По диагонали распределяются гистограммы для признаков. В других ячейках диаграммы рассеяния для совместных отношений. Наблюдается небольшая линейная зависимость между целевой переменной и возрастом, водительским стажем. А количество лет пользования транспортного средства имеет отрицательную корреляцию с страховой стоимостью. Для построения линейной регрессии можно применить ванход кодирования для категориальных переменных. Однако после этого наблюдаем сильную корреляцию для закодированного признака. Поэтому удаляем из набора одно из значений для каждого признака, например, пол мужской. Далее строим обучающую тестовую выборку в отношении 70% и 30%. При оценке учитываем среднее абсолютное отклонение, рассчитываемое по формуле, представленной на слайде, формула 1, и среднеквадратическую ошибку для действительных ответов в обучающей выборке и спрогнозированной формула 2. Для того, чтобы оценить качество приближения, используем коэффициент терминации r². Также мы используем функции min-absolute error, min-squared error и r2-score из библиотеки Метрикс. Модель линейной регрессии для нахождения прогноза в общем виде представлена формулой 3, где y, с крышечкой, это непосредственно сам прогноз, 0, n, это коэффициенты, x0, xn, это признаки, b-смещение, ε, это гауссовский, билл и шум. Линейная регрессия реализована в классе linear regression для деки эскалера. Для того, чтобы оценить качество приближения данных, используем коэффициент терминации, которому было сказано ранее. Он рассчитывается по формуле 4. Он представляет собой разность единицы частного сумма квадратов отклонений для нашей выборки d и общей суммы квадратов. Также можно их найти по форме 5 и 6. Уравнение гребниной регрессии совпадает с формулой линейной регрессии за исключением того, что коэффициенты а0, n определяются с некоторым ограничением, представленной формулой 7, где λ это коэффициент регуляризации, а е это единичная матрица. Все коэффициенты а должны быть близки к нулю. Каждый признак должен иметь небольшой регрессионный коэффициент. Кребниная регрессия представлена в классе REACH в библиотеке Эскалера. В алгоритме classification and regression 3 набор данных подвергается рекурсивному делению, вследствие чего у каждого узла есть два потомка. Деление происходит по правилу «если то», где в первой части условия, а во второй правило деления. Для всех К-узлов дерево сумма квадратов внутрикруповых отклонений ДКТ должна быть минимальна. Дерево, в котором для количества ветвей К сумма СВЕР плюс СЕ стремится к нулю минимально. Для данной суммы СВЕР это ошибка перекрестной проверки, СЕ ее стандартные отклонения. Данное дерево считается оптимальным. Алгоритм реализован в методе Run-Force Regression в библиотеке Эскалера. На слайде представлена программная реализация. Кребниную регрессию мы строим с параметрами α равной ECT и α равной 0,1. При уменьшении α мы сокращаем ограничения на коэффициенты, что может помочь вбудшить модели. Случайное дерево строим с параметром n-estimators равное 100 от количества деревьев и максимальной глубиной 20. Средняя ошибка в моделях гребневой и линейной регрессии не сильно разнятся, однако у первой меньшей вероятности переобучиться. Модель регрессии случайного леса показывает наименьшее среднее абсолютное отклонение, почти 200 тысяч рублей, результаты работы модели представлены в таблице 1, значения ограблены до 4 знаков после запятой. Итак, в результате исследования получены следующие результаты. Построен набор данных из 100 тысяч записей для договоров автострахования КАСКО и произведен при процессе данных. Получены модели прогнозирования страховой стоимости транспортного средства, линейная регрессия, гребневая и деревоингрессия. На основе результатов выбрана модель с наименьшим абсолютным отклонением, метод случайного леса с значением 200 тысяч. Данная модель подходит, однако стоит учитывать ее склонность к переобучению. Применимость различных методов очень сильно зависит от структуры данных и выбора прогнозируемого значения. Поэтому результаты нельзя вообще для других наборов данных. Большое спасибо. Есть ли какие-то вопросы? Коллеги, задавайте вопросы, пожалуйста. Конкретно апробация проводилась? На каких-нибудь реальных данных? А апробация, вы имеете в виду регистрация какого-то базы? Вот вашего алгоритма. Нет. Конкретное транспортное средство оценить у страховой стоимости. Нет. Это было сделано? Нет, скорее. Но там изначально же, насколько я понимаю, там реальная база данных, это фрагмент базы данных Инго Страха. Просто не полностью, не полная база, а фрагмент этой базы. Правильно, Анастасия? Да, то, что было разрешено мне выбрать в службу безопасности. Анастасия, а сколько в результате при регрессии осталось признаков? То есть, изначально было 23, потом часть вы убрали. Сколько там в результате осталось признаков, с которыми вы работали? Да, я удалила 3 признака, осталось всего 20 признаков, плюс разрослись за счет кодирования, категориальные переменные, то есть там около 100 признаков получилось и около 8-10 тысяч записей примерно с удалением пропуска. Коллеги, какие еще вопросы? Ну что ж, если вопросов больше нет, то остается поблагодарить докладчика. Тема очень актуальная, у нас было сегодня два доклада, в принципе, на близкую тему, так что это очень и очень интересно. Так, коллеги, кто дальше у нас? Насколько я понимаю, у нас следующий докладчик, это Иван Анатольевич, правильно? Да, здравствуйте, правильно. Иван Анатольевич, делитесь, пожалуйста, экраном и приступайте к вашему сообщению. Так, видно экран? Видно, экран видно, только, наверное, поверьте, экран, откройте, пожалуйста. Отлично. Экран на полный. Сейчас не видно, да? Пока не видим. Какая в этом? В малом варианте. Надо воспроизведение слайдов, наверное, начать слайдшку, и тогда он откроется. У меня включено сейчас. Что-то тормозит? Так. Идет, мне пишет, идет демонстрация. Нормально. Ага. Итак, доброе утро. Тема моего доклада посвящена оценке вероятности радиочастотной идентификации подвижных метров в канале с фиксированной битовой ошибкой. И для начала краткий экскурс. Сама по себе технология FIT, расшифроваться как радиочастотная идентификация, позволяет идентифицировать метки на объектах, в том числе и движущихся, посредством радиосигналов. Метки бывают разные по источнику питания. Допустим, пассивные, активные, полупассивные. А в данной работе рассмотрена технология SWC RFIT, которая может считывать пассивные метки, допустим, установленные на транспортных средствах, на расстоянии до 10 метров до считывателя, даже при условиях плохой видимости. И вот конкретно наша работа была посвящена тому, чтобы промодулировать ситуацию, когда метки установлены на транспортных средствах, идет эффективность национального потока. То есть все транспортные средства движутся с постоянной одинаковой скоростью и все оснащены метками. Вот тут видно, что здесь начинается область считывания, а здесь транспортное средство прикидает область считывания. И, как и любая RFIT-система, она обязательно состоит из RFIT-считывателя, который вот здесь находится. Это активное устройство для чтения меток и меток, который в основном на транспортном средстве. И, как происходит обмен сообщениями между метками и вот этим считывателем? Для начала считыватель, вот это активное устройство, посылает команду query, которая содержит в себе следующие поля. Но самое главное для нас в этом моделировании было поле Q, которое устанавливает количество слотов в раунде. Вот метка выбирает себе слот для ответа случайным образом в диапазоне 2 степени Q-1. Когда метка получила этот номер Q, она также устанавливает в себе счетчик и уменьшает его на единичку каждый раз, когда получает команду query. Когда счетчик дошел до нуля, метка генерирует свое случайное 16-битовое сообщение, отправляет считывателю, считыватель его видит, отправляет в воздух снова вот эту команду app, которая содержит это же сообщение. И метка, если убеждается, что связь налажена, канал чистый, отправляет свой идентификатор. Можно рассмотреть следующие ситуации, допустим, когда у нас сразу же метка установилась в выбросе слот 0. Полметра считыватель получил этот номер RN16, отправил его меткам, но видно, что метка ничего не ответила, потому что, скорее всего, произошла ошибка при обратном рассеивании. Есть второй случай, когда у нас есть несколько меток, у нас могут происходить коллизии, когда несколько меток выбирает один и тот же слот. На втором случае это видно. И вот примеры обмена сообщений из нашей работы, вот это случайный раунд императизации, распечатанный при моделировании. Допустим, считыватель посылает меткам команду query, и метка выбирает одну метку из семи возможных. Дальше, получая каждый раз команду query, генерирует себе число B57B, это в 16-ти вишней системе. Оно доставилось без ошибок, считыватель отправляет это метки, и метка понимает, что канал связи налажен, и отправляет свой идентификатор. Чек-сумма в порядке, метка считается идентифицированной. И как бы цель работает, в чем заключались, это построить на основе стандарта EPC класс 1 поколения 2 индиционную модель обмена сообщений между считывателями и метками установленных транспортных средств, которые движутся в стационарном потоке, и оценить вероятность успешного рассчитывания меток при различных параметрах. В чем заключалась модель? Считается, что если сигнал был полосно-считывательным, то метка его обязательно получит и прочитает безошибочно. Битва ошибка у нас устанавливалась фиксированной величиной. Также здесь, из-за этого, раз битва ошибка эффективна, то не учитывались разные эффекты, такие как отражение от других поверхностей и, допустим, эффекты. И если метка уже в области считывания, то если она начала обмениваться сообщениями, то раунд в любом случае будет закончен, даже если она выехала за область сочинения. На вход подавались следующие параметры. Вот этот параметр Q, по которому она выбирала себе слот. Битва ошибка, количество меток, скорость движения этих меток и интервал времени, через которые метки появлялись в области считывания. И на выходе мы получали вероятность успешной идентификации метки, длительность раунда инвертизации и количество раунда. И вот результаты. Здесь представлен результат вероятности идентификации метки в зависимости от скорости движения по различных значениях Q. Ошибка, битва ошибка равна трём сотам. Интервал, в котором метки появлялись в области считывания, одна секунда. И здесь видно, что чем больше этот параметр Q, то тем меньше вероятность успешной идентификации. То есть уже где-то при Q раунда 3, она сильно падает. И это можно объяснить тем, что чем больше наш параметр Q, тем больше длительность нашего раунда, и поэтому у метки меньше происходит меньше обмена сообщений между считывателями. Следующий результат показан вероятность идентификации метки в зависимости от скорости движения при различных значениях B. И Q здесь был выбран 2 интервал, с которым мы заходили, это 1 секунда. Здесь видно, что чем меньше битва ошибка, тем больше вероятность идентификации. Например, при 1 сотой там почти 100% везде. Начиная уже где-то с 3 сотых, она резко начинает падать. И было акцентировано внимание, допустим, на параметре B, равном 300, который по результатам других исследований считается довольно реалистичным. Здесь видно, что при скорости где-то 40 метров в секунду, у нас от 40 метров в секунду это 144 км в час, то есть в принципе машина с такой скоростью и двигается на трассах. Вероятность идентификации в районе 0,9, что является очень хорошим результатом. И в заключение. С помощью эмоциональной модели была получена оценка вероятности идентификации меток при различных значениях битвы и ошибки на разных скоростях движения меток и различных проемтов работ в атаку. Показано, что при определенных условиях вероятность успешной идентификации повышает 0,9, и полученные результаты хорошо согласуются с данными экспертальных исследований. Эксперимент в Казани в 2014 году и даже в январе этого года, в марте этого года тоже проводился подобный эксперимент. И результаты показывают, что это имеет место быть. Всем спасибо. Есть какие-нибудь вопросы? Коллеги, просьба задавать вопросы. Значит, я правильно понимаю, что эта система применяется для отслеживания трассы, в какой трассе идет автомобиль, так? И что? То есть, основное назначение – это передать идентификатор автомобиля, так? Но перед этим проходит как бы прозванивание, как работает канал связи, и для этого посылаются метки, так? Так, я вас понял, сейчас почти верно. Основная задача тут все-таки не отслеживать, где машина находится, а отслеживать машину, которая превышает скорость движения. И вот в этом вся сложность, то, что в основном те, кто превышает скорость, двигаются очень быстро, и меньше времени идет на обмен сообщениями, то есть, чем быстрее скорость, тем меньше вероятность идентификации. И тут вот оценена вероятность идентификации при различных скоростях. Показано, что там уже даже на 50 метрах в секунду она может успешно считываться даже… Это очень много, на самом деле. Это что такое? Пардон, пардон. Это у меня. Да, я слушаю. Так что еще? А вот скажите, пожалуйста, когда, например, вот по трассе движется автомобиль с транспондером, то, в принципе, вот ваша модель эту ситуацию описывает, когда он проезжает, например, через пункт оплаты? Транспондер – это тоже примерно схожая технология, только сам транспондер по себе является активной меткой, и у него уже, получается, есть источник питания, и ему легче отвечать на сообщения. И также транспорты, по идее, могут мешать, но здесь у это учитывается, потому что битва – ошибка у нас просто фиксированная величина, которая включает в себя все возможные неудачи. А тут моделирование имеет место, потому что, во-первых, у нас есть случайный… Слот выбирается случайным образом. Это во избежание коллизий, если несколько метров находятся в области считывания, чтобы они могли наладить канал между считывателем и собой. И также у нас есть вероятность ошибки. Это индификатор, и она довольно большая. При передаче сообщения РМ-16, при, допустим, Б равном 3 сотым, это уже будет где-то 60%, что он передастся с ошибкой. А если он будет сам свой индификатор передавать, а это там уже около 100 бит, то там уже порядка 10%, а то и меньше будет вероятность того, что без ошибок передастся. И поэтому метка успевает… берется числом раундов, то есть за время, пока метка находится в области видимости, они не успевают обменяться сообщениями порядка 100 раз. Поэтому хотя бы один раз она свой индификатор успешно передаст. И на случай ошибок там есть проверочные суммы. Еще один вопрос. Вот для рассматриваемой задачи. Там аналитическое решение, ну я имею в виду в виде формулы, оно не существует, да, или его сложно определить, да? Пожалуйста. Его, да, довольно сложно определить, потому что здесь особо прям таких математических уравнений нет. Тут вот идет прям реализация протокола просто. То есть в каждом момент времени программа реализует вот этот обмен сообщений и также учитывать, что у нас транспортные средства движутся, то есть они могут и покидать, и входить в эту зону видимости. Поэтому вообще как бы сама вот эта модель нужна для того, чтобы для быстрых проверок параметров работы протокола в плане имеют ли место быть там такие какие-нибудь параметры протокола. А так, существует более сложная модель, которая, где битовая ошибка, это не фиксированная величина, а рассчитывается каждую секунду, но это уже довольно тяжелая получается модель, и нужны высокие мощности, чтобы получать какие-то результаты. А вот наша модель позволяет быстро получить результаты, скажем так, оценить, что данные параметры будут успешно работать. Хорошо. Коллеги, имеются еще вопросы? Ну что ж, если вопросов к докладчику нет, то большое спасибо за интересный доклад. Спасибо. Коллеги, да, насколько я понимаю, наша программа на сегодня исчерпана. У нас было всего заявлено 14 докладчиков, но реально выступило 6 докладчиков. Велась запись докладов, но она, к сожалению, началась со второго доклада, причем с середины. Ну вот она будет доведена до конца и будет выложена на сайте конференции. Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в нашей конференции, несмотря на, в общем-то, сложную ситуацию. Мы все находимся в режиме самоизоляции. Большое спасибо за то, что вы нашли силы принять участие. Заседание секции закончено. Спасибо за участие. Вам спасибо. Да. Всем до свидания. Всего доброго. Отключаемся? Отключаемся. 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 Отключаемся.